Мы продолжаем нашу программу. В прямом эфире наш телефон 220-92-96. Звоните и задавайте свои вопросы. Мы сегодня говорим, почему гибнут дети на дорогах. Скажите, вот согласно статистике, с началом лета все-таки смертность становится выше, детская на дорогах. Да, по итогам прошлых лет, летом, конечно, ДТП с участием детей становится больше. Все-таки это связано с тем, что уже школьный период заканчивается, начинаются каникулы, дети становятся больше находиться на проезжей на улице, соответственно, больше занимаются уже и велосипедами, и где-то гуляют. И в взрослых уже здесь внимание преподавательского состава, и школ уже меньше влияния на них происходит, там уже больше на родителей возложено, либо если дети находятся где-то в лагерях, то здесь, конечно, статистика в летний период, она идет в рост. Скажите, а в каком возрасте дети чаще гибнут на дорогах? И по чьей причине? Попадают в ДТП чаще всего дети от 7 до 12 лет. Все-таки мы связаны с тем, что в этот промежуток возраста у детей меньше страха, может быть, перед безопасным поведением на проезжей части, меньше восприятие той информации, которую взрослые доводят до него по поводу, как нужно правильно все-таки вести себя на проезжей части. И вот это понимание, может быть, безопасности приобретается уже немножко чуть позже. Поэтому вот этот возраст от 7 до 12 лет, он самый опасный в плане поведения на проезжей части. Ну, смотрите, получается, у нас вот люди ездят по районам даже, рассказывают родителям, как надо себя правильно вести, как учить детей. Но не получится ли, что это очередное какое-то мероприятие, очередная акция просто для галочки? Опять же будет. Ощущения, Элина, такого нет. Даже вчерашняя встреча с родителями, были очень заинтересованные вопросы, как к Юрию Геннадьевичу, так и к нам, о том, как организовать действительно детей таким образом, чтобы они были в безопасности, как на дорогах, так и в повседневной жизни. Поэтому не думаю, что это навязанная нами какая-то акция, а более того, скажу, по окончании вчерашней встречи к нам подошли заинтересованные люди, педагоги, и, во-первых, просили приехать к ним в территорию, потому что на территории Лесозаводска были сразу несколько муниципальных, представители нескольких муниципальных образований, родительская общественность. Приглашали нас к ним приехать с тем, чтобы мы рассказали о тех мерах, которые нужно, профилактических мерах, которые нужно предпринимать в том или ином случае. Поэтому интерес у людей есть. И этот интерес должен быть профессионально сопровожден, на наш взгляд, чем мы все вместе и занимаемся. Кстати говоря, сама жизнь диктует вопросы, которые задают родители. И мы, как правило, откликаемся на вот эти запросы и формируем такой список участвующих в таких родительских собраниях, чтобы он был максимально эффективным. Как раз мы и не заинтересованы. Слишком дорогое время, чтобы проводить мероприятие для галочки. Как раз нацелена наша серия вот этих родительских собраний конкретно для решения тех или иных задач. И очень отрадно, что родители очень активно в этом проявляют заинтересованность и задают очень грамотные, иногда острые вопросы. Кстати говоря, вчера был ряд несколько таких задан острых вопросов. Мы, по сути, с коллегами их тут же на месте и решили. Ну, вопросы касались безопасного нахождения детей в одном из образовательных учреждений. Это не касалось именно с безопасностью дорожного движения, потому что мы говорим родителям задавать любые вопросы. Не только по теме, допустим, наших собраний. То есть пусть пользуются возможности, что мы приехали и поговорили. Понятно. У нас есть вопрос. Здравствуйте, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я в Сусурийска. Вот у нас разнозначный перекресток Горького-Некрасова. Сегодня я еду на работу. Я вот больше 40 лет уже за рулем, старый уже. На Красный еду, сбрасываю скорость, методом 20 уже подъезжаю, подкатываюсь, можно сказать. У меня мигающий желтый начинает. Значит, противоположный уже горит Красный. Правильно? Молодой человек на велосипеде прямо по пешеходке летит. У меня уже загорается красный, зеленый. Я уже перед пешеходкой остановился. Он пролетает, остановился, оботерил меня, как хотел. Ну, ему лет 15. Проскочил. Ну, что я могу сказать? Как вот к таким молодым людям относиться? Я больше 40 уже нахожу за рулем, потому что я и профессионал, и на лесоводах работал, на больших грузах. Ну, сейчас я могу... Ясно, мы понимаем. Ага. Скажите, вот на самом деле можно найти управу на таких нарушителей, как этот молодой человек с велосипедом? Ну, чувствуется, что возмущен, конечно, человек, который сейчас звонит нам в студию. Конечно, здесь мы с чего и начали разговор. О взаимном уважении. Уважение, прежде всего, водителя к пешеходу, к велосипедисту, либо к другому водителю любого транспортного средства. И, конечно, со стороны того же велосипедиста. Уважение к соблюдению правил дорожного движения и к другим участникам дорожного движения. Автомобиль быстро не остановится. Это может быть грузовой автомобиль. Тормозной путь увеличивается в разы. Велосипед, конечно, он маневренный. Это то, о чем я говорил в самом начале нашего разговора. И, конечно, здесь к велосипедисту нужно применять самые строгие меры. Но, к сожалению, законодатель здесь ограничился только штрафными санкциями и довольно-таки небольшими. Я еще раз говорю, при переходе в проезжей части велосипедист должен спешиться с велосипеда и переводить его в руках. Это основное требование. Скажите, насколько я знаю, у нас же с Нового года уже сточились правила, увеличились штрафы. Что же даже касаемо перехода по пешеходной дорожке. Если только пешеход начал уже движение по пешеходу, то водитель уже должен стоять. Раньше-то, по-моему, такого жесткого не было. И отсюда штраф. Скажите, вот с введением новых таких правил у нас как-то вообще более послушные стали водители на дорогах или нет? Помогли они? Я бы не сказал, что здесь уже сточились требования правил дорожного движения. Просто законодатель здесь акцентировал внимание на том, что если пешеход находится на проезжей части, это было и в ранней редакции правил дорожного движения, то водитель обязан остановиться и пропустить... Раньше просто не было штрафа. Штраф за это тоже был. Татья 12.18 Кодекса об административных правонарушениях предусматривается за эту ответственность. Она такая же и осталась на сегодняшний день. Но мы сегодня говорим о внимательности водителей перед пешеходным переходом. Все-таки у нас на сегодняшний день, мы 14-й год анализировали дорожно-транспортные происшествия. У нас порядка 40% это были именно наезды на пешеходов. Половина из этих наездов были на пешеходных переходах. Сегодня ситуация поменялась. Сегодня у нас большинство ДТП происходит из-за столкновения транспортного средства с другим транспортным средством. И снижение аварийности с пешеходами именно на пешеходных переходах практически на 30% на сегодняшний период времени мы фиксируем. И ужесточений здесь как таковых нет. Здесь просто акцентировали на этом внимание. Если пешеход находится на первой части, водитель обязан снизить скорость и остановиться для того, чтобы пропустить его. А почему чаще всего на самом деле сталкиваются автотранспорты? В чем причина? Опять же культура поведения, они поделили полосы, дорогу, не уступил кто-то, подрезал. Здесь основной был эффект аварийности, потому что зима была в Приморском крае, все-таки снежная. И несоответствие скорости конкретным дорожным условиям. Не превышение скорости, которая установлена, ограничена дорожным знаком, либо установлена в том или населенном пункте. Я тоже удивляюсь, что вижу, когда в пробках несколько подряд три аварии. Да, абсолютно верно. А есть именно несоответствие скоростного режима тем дорожным условиям, которые в данный момент имеются в наличии. У нас есть звонок в студию. Здравствуйте, пожалуйста. Мы вас слушаем, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, это Кратцов Валерий Васильевич, звонит вам. Я живу на Южной, Дальдоска 5, может быть, долг. Вот у нас, смотрите, солнечное, когда дом солнечный строили, у нас открыли дорогу здесь под дом, призная. И вот дети у нас бегают и в садик ходят, многие одни, многие с детьми, с родителями. Детская школа номер 10 у нас, начальная, 52 школа ходит. А тут машины в одной и в другую сторону есть, даже иногда и скандалят, между собой, что дорогу не пропускают. А у нас есть на дороге, никаких изданков, ничего нету. Она официально оформлена, как проезжая часть. И она придумывает территорию у нас. Ясно, спасибо. Ну, вы записали себе, Юрий Геннадьевич? Да, я помню, Валерий Васильевич, ну вот тоже в начале разговора мы говорили, что госавтоинспекция не занимается установкой самостоятельно знаков. Мы только несем контрольно-надзорную функцию и можем потребовать, если знак какой-то отсутствует, то потребовать от администрации, либо от собственника дороги установить этот знак. А какой в разряд эта проезжая часть относится придомовая территория, либо это пешеходная зона, решает либо ваша ТСЖ, либо управляющая компания, либо администрация города Владивосток. То есть, можно так сказать, что у нас, смотрю, дорожных знаков, уже второй вопрос звучит студии, и пешеходов не хватает в городе, да? Получается, только в администрацию города обратиться можно, чтобы все-таки как-то установить? Мы можем администрацию потребовать в виде предписания выдать, либо штрафовать за отсутствие какого-либо знака, если он там предусмотрен, дислокации дорожных знаков. Это да. Либо разметка, которая менее соответствующая ГОСТа нанесена на проезжей части. Это контрольно-надзорная функция наша. А возле, наверное, школы все контролирует департамент образования у нас, да? Нет, департамент не контролирует знаки. Тем не менее, это что же важно? Распространяются такие же условия, такие же нормативные акты, о которых Юрий Геннадьевич говорит. Это зона ответственности администрации города Владивостока, ну или той администрации, на территории которой происходят те или иные действия, на территории которой расположена школа. А госавтоинспекция со своей стороны, осуществляя контрольно-надзор, может действительно выдать предписание собственнику того или иного участка дороги. Ясно. Пожалуйста, к нам еще есть один телезритель, который дозвонился, и ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Вопрос, скорее не вопрос, а Юрию Геннадьевичу пожелание такое, даже не пожелание, а просто, смотрите, на русском острове, напротив кампуса ДВФУ, минулый красный свет, в то время бегают, переходят люди и студенты, то есть практически кидаются под машины. Я просила бы вас обратить на это внимание, потому что зачастую там отсутствуют наряды ДПС. Спасибо. Спасибо за информацию, обратим на это внимание. Еще раз доказываю, да, не хватает у нас пешеходов. Не хватает у нас общей культуры. Наверное, да. И в этом тоже. И можно поставить сколько угодно нарядов ДПС, задействовать сколько угодно полицейских, но если общая культура будет вот такая, какая она на сегодняшний день есть, вот, к сожалению... Скажите, это в Приморье только так? Потому что, ну, мы знаем, конечно, нрав наших водителей, что у нас здесь, да, люди такие там неспокойные, эмоциональные, да и город такой бурлящий жизнью. Это в Приморье такая у нас статистика, да, что чаще всего ДТП, там, скандалы на дорогах поделить не могут полосу. Ну, есть и в Приморье такие случаи, их предостаточно, есть и в других регионах, сказать, что Приморье здесь каким-то образом отличается. Но мы не самые, да, такие уж некультурные водители по всей России, нет? Нет, мы не самые. У нас достаточно и в порядочных водителей, и в хороших в плане соблюдения правил дорожного движения. И это показывает сегодня и статистика по и нарушениям правил дорожного движения, в том числе, и по совершению дорожного транспортного происшествия. Но, опять же, вот о какой выход тогда? Здесь только профилактическая работа должна идти, вот, в том числе с теми мерами, которые предпринимают, в том числе, вот сотрудники ГИБДД. Еще раз хочу обратить внимание, что правила дорожного движения, это не пафосно, это жизненно написаны некоторые положения, по сути, кровью. Там нет ничего надуманного. И жесткое соблюдение этих правил позволит уберечь не одну жизнь. Здесь знание должно быть о соблюдении их как водителями, так же и пешеходами, безусловно. Не может быть так, что одни соблюдают, другие не соблюдают. Здесь должно быть обоюдное понимание и соблюдение этих требований. По-другому быть не может. А для того, чтобы это работало, безусловно, необходимы дополнительные меры. Вот, в том числе, та профилактическая работа, которая ведется на межведомственной основе. И активную роль в этом играет, в том числе, управление Министерством внутренних дел России по Приморскому краю, органы исполнительной власти Приморского края, органы местного самоуправления. Также, вот, образовательные организации включены в процесс, поскольку в данном случае мы говорим о безопасности детей на дорогах. Проводились в прошлом году и проводятся различные акции, конкурсы, викторины и иные другие мероприятия, в которых дети очень активно принимают участие. Мне кажется, они правила дорожного движения знают намного лучше, чем взрослые, имеющие права. Скажите, у меня вопрос такой. В детском саду что-то я не почувствовала, чтобы моих детей обучали правилам дорожного движения. А в школе с какого возраста? И вообще будут ли мы объяснять, как себя вести на дороге? Или это должна делать только мама, родители? Мы должны вместе это делать. Это делается и в детском саду, и в школе. В школе с первого класса по одиннадцатой включительно, потому что есть такой предмет, как основа безопасности жизнедеятельности. Есть у него урочные мероприятия, которые призваны профилактировать вот такие дорожно-транспортные ситуации. Ну и потом, это те меры наши совместные, вместе с родителями, мы, педагоги, вместе с родителями, формируем общую культуру поведения наших детей. И для того, чтобы общая культура была на высоте, чтобы не было случаев нарушения правил дорожного движения, мы все вместе должны понимать, что это важно, что это нужно, и что это общее наше дело. У нас есть звонок в студию. Здравствуйте. Пожалуйста, вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Вопрос к Юрию Геннадьевичу. Юрий Геннадьевич, я хотела бы спросить про получение водительского удостоверения категории М. Каков порядок получения данной категории и где ее можно получить? Где несовершеннолетнему подростку можно получить данную категорию? И также, каков порядок взыскания штрафа несовершеннолетнего мобедиста? Заранее спасибо. Хороший вопрос. Спасибо, да. Хороший. Хотел на эту тему я сказать, потому что в прошлом году порядка 40 ДТП было зафиксировано с участием водителей мопедов. Там и взрослые, и дети находились. Сегодня есть ряд автошкол, которые уже обучают и получили согласование в органы госавтоинспекции, и получают лицензии на обучение водителей категории М. Есть и в Владивостоке. Можете посмотреть на сайте и у нас на госавтоинспекции, либо просто набрать, где обучиться на категории М. Вам в интернете вся эта информация будет выложена. Порядок привлечения здесь. Мопед выведен сегодня в механическое транспортное средство. И здесь обязательно имение водительского удостоверения. Категории М. Им имеют право управлять лица, которые имеют категории Б, Б1, А и А1 соответственно. Категория М также выдается водительское удостоверение. Порядок точно такой же, как и при получении водительского удостоверения на другие категории. Нужна медкомиссия. Возраст здесь 16 лет имеет гражданин уже поступить на обучение и соответственно сдать потом на водительское удостоверение. Ответственность за управление без водительского удостоверения от 5 до 15 тысяч, как без водительского удостоверения на любом транспортном средстве. И с эвакуацией этого транспортного средства, то есть мопеда. Поэтому я здесь обращаю внимание родителей, которые бездумно покупая транспортные средства в виде мопеда, дают своим детям кататься, на проезжую часть выезжают. Дети из этого страдают, конечно, сегодня, еще выведено в ранг и нарушение правил дорожного движения, которое серьезно наказывается, до 15 тысяч рублей штраф. Ну вот штрафы-то уже увеличились, скажите, не знаю, повлияло это на статистику или нет. Таким образом получается у вас воспитывать культуру поведения у родителей и у водителей? И будут ли вообще еще вводиться увеличения? Может быть, на самом деле это действенная мера? Мера действенная. Сегодня мы снижаем аварийность с этим видом транспорта, как с мото, так и с участием мопедов. У нас порядка 10, может быть, ДТП всего, а на сегодняшний день с участием мопедов. Это гораздо меньше, чем было в прошлом году. Да, конечно, не все сегодня автошколы имеют разрешение на обучение категории М, но здесь имеют право управлять этими мопедами лица, которые имеют категории выше, которые я уже обозначил. Поэтому эти автошколы мы сегодня лицензируем, они получают разрешение на обучение, это будет. Что будет дальше, какие будут ужесточения в плане дорожного, ужесточения в санкции в плане обеспечения безопасности дорожного движения, на сегодняшний день могу сказать, что вводится уголовная ответственность за управление в нетрезвом состоянии повторно, если гражданин будет задерживаться. Там будет уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Ясно, спасибо большое. Время нашей программы подошло к концу. Наверное, делаем вывод, чтобы родители еще раз, да, что, напомнили своим детям, как правильно себя вести на дороге, потому что статистика все же все-таки неотвешительна. А мы, педагоги, им поможем. Обязательно. Спасибо еще раз. До свидания. Это была программа «В центре внимания». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин